Девчонки, всем привет! Это Марина. Рада приветствовать вас в рубрике Косметичка на неделю. И сейчас вам покажу продукты, которыми я пользуюсь на этой неделе. Но для начала давайте о результатах с прошлой недели. Они сейчас на экране. Это не моя минималистичная косметичка. Правда, это просто результаты с прошлой недели. Давайте начнем с того, что закончилось. Это вот такой пробник Виши. Тейнт Идеаль. Мне понравился этот тональный крем. Он классный. Наносила спонжем. Я уже говорила, что Идеаль и BB крем мне нравятся больше. Но этот тоже очень хороший. И единственный минус в нем, что нету SPF. Но все-таки я бы больше рекомендовала на зиму использовать данное средство. Так как покрытие достаточно плотное. Ну, я наносила спонжем и получалось, в принципе, тонко. Ну, приемлемо для лета, скажем так. Понравился. Жалко, что закончился. Вот такое средство Reflame Pure Nature. Nature? Nature. Да. Извините. Пользуюсь целую неделю. Точнее, пользовалась прошлую неделю. Видите, вот до донышка добралась. Но очень много еще на стенках продукта. Ну, пытаюсь как-то закончить. И случайно так получилось, что добавила вот этот бальзам, который я все никак не могла закончить. Не получалось у меня ничего. Это испанская какая-то марка. Можно купить, ну, наверное, в любом дьюти-фри. Если вы куда-то летаете. В общем-то, они продаются. Есть разных оттенков. Он называется Fruit Adela Passion. И саму марку я не знаю, если честно. Но, может быть, это оно и есть. Вот. Я его добавила и полностью закончила. Вот так. Здесь было 15 мл, поэтому считаю это своей победой на прошлой неделе. И я очень рада, что, наконец-то, вам его больше не буду показывать. Ну, в пустых баночках там он еще засветится и все. Вот. И теперь давайте перейдем к косметичке. На эту неделю я вам покажу уже все-таки продукты, которыми я буду пользоваться. Точнее, которыми я уже пользуюсь и буду пользоваться до конца этой недели. Давайте же покажу то, что я использую на этой неделе. Начнем с парфюма. Это Монталь. Темный пурпур. Я его просто обожаю. У нас сейчас очень переменчивая погода. Тут тепло, то холодно. И, в общем-то, он неплохо подходит. И не могу его назвать тяжелым. В общем-то, в холодное время года он вообще очень классно сидит. И летом он достаточно стойкий. Мне нравится. Просто я тогда наношу его чуть меньше. А так, это один из моих любимых ароматов. Я люблю его, поэтому стараюсь добавлять. И я хотела сказать, что если у вас есть какие-то продукты, которые вы очень любите, вы их используете сейчас. Не нужно их хранить на будущее. Я просто раньше так делала и понимаю, что я много потеряла. Нужно пользоваться вот именно сейчас. То, что вам нравится. А все остальное уже потом, при необходимости, вы поймете, нужно оно вам или нет. Будете пользоваться или нет. А вот сейчас нужно максимально задействовать то, что вам по душе. Дальше я нашла палетку от Dior. Это travel палетка, которых у меня две. Вот эту я практически закончила. Ну, то есть, как я вам сейчас все покажу, и вы поймете, о чем идет речь. Это выглядит вот так. Здесь была пудра, она полностью закончена. И вот на эту неделю я добавляю здесь, получается, есть тени, четыре оттенка. Также вот эти вот два оттенка теней можно использовать как хайлайтер, румяна. И два оттенка блесков, хоть их тут очень мало, но я думаю, что мне вполне будет достаточно. И оставлю вот этот Reflame бальзам. Пусть тоже будет. Может быть, еще получится им попользоваться. Также оставляю тестер от Essence Tail Day. Оттенок 15 Soft Cream. Пока что он мне подходит по оттенку, и я его нормально использую. Для теней добавляю Эльф База под тени. Тоже она у меня очень долго расходуется. Я не знаю, когда она закончится. Но мне кажется, что уже совсем скоро, поэтому я ее даже в Блиц-опрос не включала, потому что мне кажется, что ее там уже мало. Тушь Chanel. Оттенок 10. Леволюм де Шанель пока тоже оставляю. Пользуюсь. Пудра Giorgio Armani. Оттенок 0. Тоже хороша эта пудра и в качестве подсвечивающего эффекта, и в качестве осветления более темного тонального средства. Мне очень нравятся красивые деликатные блестки в этой пудре. Но я ее не слишком часто использую, потому что вот меня как-то не очень радует эта упаковка. Ну, слишком она простая. Не знаю, может быть, я много хочу. Ну, вот некоторые девочки пишут, почему именно люкс, почему не масс-маркет косметика, почему мне нравится люкс. Я люблю красивую упаковку. Я готова за нее платить. Не знаю, может быть, это ужасно, но, в общем-то, я люблю красоту. Ну, вот такие вот простые вещи, в принципе, и радуют меня, и нет. То есть, когда я вижу что-то вот такое и что-то вот такое, то рука у меня тянется к вот такому. Ну, видимо, сорока. Да, добавляю тушекла от Эвсон Лоран, это консилер. Я хотела вам, девочки, по поводу этого консилера сказать пару слов. В общем-то, когда две недели назад я добавила его в косметичку на неделю, я была очень рада тому, что я наконец-то буду его использовать. Ну, что вы думаете, когда я первый раз начала нажимать на вот эту кнопку, чтобы достать оттуда какой-то продукт, я, наверное, нажала на нее раз 50, и здесь не появилось просто ни одной капли средства. Ну, мысли мои, конечно, были такие, что это просто наказание за какую-то мою глупость, что я хранила этот продукт. Непонятно, зачем он у меня лежал, когда я его могла использовать. Он, наверное, там полностью засох. Я начала вспоминать, сколько он стоит, расстроилась. Ну, подумала, что это такое наказание за мою глупость все-таки. Конечно, мне было очень обидно, и я, наверное, на него нажала еще раз 50, и все-таки там что-то появилось. Я пользуюсь сейчас этим продуктом, и не знаю, насколько его хватит. То есть, возможно, что он несколько загустел, но хотя вот так вот на кисточке это совершенно не ощущается. У меня это, кстати, первый оттенок, я не сказала. Но я хочу сказать, вот если вы что-то купили или вам подарили, используйте, пожалуйста, потому что просто пропадет, засохнет, испортится, поменяется запах, не надо, будет очень обидно. Вот. Это все, что я хотела сегодня вам рассказать. Это моя косметичка на эту неделю. Была рада с вами пообщаться. Всем спасибо, всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok